Добрый день дорогие коллеги, уважаемые коллеги. Хотела бы в настоящем видео отразить пункт по выплатам за публикации, которые у нас сейчас вот действуют в РДН. Письмо по видам поддержки публикационной я отправляла в середине сентября 2021 года этого года. Напомню, что у нас есть выплаты за публикации, за цитирование и возмещение оплаченного открытого доступа. Сейчас вот мы будем с вами говорить именно про первый пункт. Это про выплаты именно за публикации. Полностью регламент прикладывала я к письму. Есть как сам приказ 390, который в настоящее время действует в формате pdf, а также прикреплены приказ в РДН и соответствующее приложение, где есть все формы, в том числе формы заявления. Вот здесь все они прикреплены. Давайте мы посмотрим на этот приказ, чтобы разобраться, какая поддержка есть в части именно публикации. В этом году, 2021, ну и пока в 2022 пока не вышли какие-то обновления, поддержка осуществляется только для статей, которые опубликованы в журналах Q1. Те статьи, которые опубликованы в журналах Q2, уже сейчас не поддерживаются по нашей области наук, естественно, естественно-технических, да, естественно-технического направления. Вот идет поддержка только по гуманитарным, да, и социально-экономическому направления. То есть то, что касается, естественно, научного, да, такого блока, нас касается это поддержка публикации уровня Q1. Причем тут несколько, да, выделяется градаций. Соответственно, если статья Q1, да, тогда 90 тысяч рублей. Вот если при этом более высокого уровня публикации, она входит в топ-10 процентов журналов по вот уровню цитирования, тогда это уже 110. В топ-5 это 150. Топ-1 это 200. Помимо этого, к указанной сумме, да, то есть максимальная сумма, которая может быть выплачена вот по пункту 4, 1, да, тире 4, 4, это 200. То есть если у вас статья входит в топ-1, да, тогда премия 200. Если топ-5 не входит в топ-1, но входит в топ-5, то это 150, ну и так далее. И дополнительно, обращаю внимание ваше на пункт 4, 7. То есть если при этом в списке, да, вот авторов публикации, по которой вы подаете надбавку, есть ученые, у которого индекс Хирша равен, да, или более 20, тогда к указанной сумме прибавляется 20 процентов от этой суммы. Вот. Это вот максимальная, да, премия, которую можно получить. Безусловно, как бы вопрос, да, возникает, как, где проверять, входит ли журнал в У1, да, как проверять тоже, где проверять, входит ли в топ-10, топ-5, топ-1. Вот как раз вот с этим мы хотим сейчас, да, с вами разобраться. То есть каким образом проверять вашу статью, в каком, какому топу, да, к какому квартелю ваша статья относится. Как вот мы с вами видим, квартель и вот этот вот топ журналов по двум, может быть, или, да, по двум таким рейтингам, да, скажем так. Так, SGR и GIF. Первый SGR – это индекс рейтинг скопуса. Второй – это индекс рейтинг журналов по Web of Science. Вот давайте посмотрим, каким образом проверить сначала по скопусу, а потом и по Web of Science вашу статью, ваш журнал. Ну, давайте сначала разберёмся со скопусом. Со скопусом можно смотреть, ну, во-первых, у нас есть, собственно, сайт скопуса, скопус, да, точка, ком. Так. Для того, чтобы получить к нему доступ, вам нужно либо с компьютера RUDN, да, зайти, тогда не будет требоваться авторизация, либо необходимо зарегистрироваться. Так, сейчас я внесу свою почту, RUDN, да, и мы получаем доступ. Так, дальше. Ещё другой ресурс, который связан со скопусом – это SCI-VAL. Вот через скопус по ссылочке можно пройти, и мы с вами заходим, да, на соответствующую страничку. Если вы залогинились на сайте скопуса, тот же самый аккаунт, тот же самый ваши входные данные, да, они действительно и для SCI-VAL. И ещё последний сайт, который нам понадобится, да, с вами – это сайт scimago.gr.com. Вот эти вот три сайта. Ну, давайте начнём, вот я как бы на своём примере посмотрим, да, мы находим свой профиль. То есть профиль вы можете либо по поиску найти, либо вы можете найти ваш профиль. У нас есть, я всё время, да, вот отправляла, кстати, да, и здесь, простите, ссылочка тоже у нас указана. Ссылочка указана. Вот адреса вашей корпоративной почты можно найти здесь. Вот по вот этой ссылке мы с вами заходим. Список всех вот наших сотрудников, двух кафедр и института. И здесь есть ссылочки на ваши профили в скопус. Ну, давайте вот я зайду на свой профиль. Заходите. В принципе, да, поиск можно и делать. Так, посмотрим список публикаций. Список публикаций мы посмотрим, ну, например, там за 20-21 год. Сделаем фильтр. Безусловно, это должны быть публикации, у которых есть аффиляция RUDN, да, на всякий случай делаем фильтр, что аффиляция RUDN. Да, у совместителей, те, кто работает по совмещению, по внешнему, да, в RUDN не во всех публикациях есть аффиляция RUDN. Да, поэтому такой фильтр как раз вот можно сделать. Дальше мы с вами смотрим. Мы хотим посмотреть, какие статьи в вашем профиле будут относиться к какому квартелю. Для этого. То есть, вот сейчас мы рассматриваем такой, как бы, первый случай. Вы хотите по своим публикациям, даже давайте мы уберем фильтр по году. Это тут нам как бы не важно. В принципе, да, давайте уберем год. Это вот список ваших всех публикаций. Делаем обязательно RUDN, да, аффиляцию. Теперь у нас список публикаций. И мы с вами выделяем все Select Old, все публикации за все года. Ну, либо вы указываете тот период, который вам нужен. И экспортируем в SCI-VAL. Экспорт. При экспорте мы попадаем уже на сайт SCI-VAL. По умолчанию, да, это некоторая будет выборка публикаций, которую мы сейчас с вами будем анализировать. Как-нибудь, да, вы ее называете или просто оставляете по умолчанию. Назову ее в квартеле. Сохраняем. И вот ваша подборка, да, все ваши публикации, которому вот там было сколько их, 85. Можно тут варьировать года, да, за которые, по которым будут отражаться. Мы вот пойдем с вами на вкладочку Benchmarking. Здесь мы можем, необходимо выделить, найти тот сет, как бы, публикаций, тот набор публикаций, который вы сейчас вот сделали, да. У нас сейчас с вами набор публикаций 29 сентября и квартели, да, называется. Здесь мы можем настроить, в принципе, вот там любой год, да, начиная с 96 и там больше, чем 2021. Потому что какие-то уже публикации там и 22 годом могли быть проиндексированы. По умолчанию, да, базовая схемка, которая рисуется, базовый график, он может быть либо в форме схемы, либо в форме таблицы. Я думаю, давайте мы сделаем с вами в табличном виде. И можно посмотреть различные как раз показатели, да. По умолчанию то, что высвечивается при попадании на эту страничку, это scholarly output, это все публикации вообще. Вот здесь вот 84, но, может быть, какая-то одна там потерялась, потому что надо было, наверное, год мне указать. Так, 2003, например. Вот, да, и уже 85. Какая-то была публикация попала, а, 2009 года. Вот как раз 85, все они здесь у нас находятся, разбитые по годам. Но нас интересуют, не все публикации, нас интересуют именно те, которые относятся к первому квартелю. Для того, чтобы посмотреть, мы с вами идем в блок Cited и идем в Publications in Journal Quartiles. Здесь мы выбираем с вами Q1. И обратите внимание, Q1 в квартеле, да, 1 четвертая часть, самый верхний уровень, по качеству, скажем, да, так, журналов, могут быть подсчитаны по разным рейтингам, по разным методам. Есть метод ACI Score PersonTile, он нам не нужен. Есть метод SNIP, он нам пока не нужен. Есть вот метод SGR, собственно, вот, который нам нужен. То есть для разных вот этих вот методов, да, будут разные списки журнала, поскольку, ну, соответственно, по-разному вот этот рейтинг выставляется. В этом году, вот, в рамках действующей системы публикационной, да, поддержки, они сделаны, исходя из вот рейтинга SGR. Вот по нему отдельно, давайте вот посмотрю, то есть сайт такой, с ним, я думаю, знакомый. Тут вот отдельно можно посмотреть рейтинг журналов. Есть общий, да, список, можно выбрать какую-то определенную категорию, например, там, Computer Science, то, что там наиболее, да, близко к нам. Можно выбрать какую-то подобласть. Так, ну, давайте, например, там, Computer Networks and Communications, не суть важная. И вот, например, да, откроем журнал IEEE Communications Magazine. И обратите внимание, что квартели, вот, по SGR, они устанавливаются для каждой области, в которой индексируется журнал в Скопусе, отдельно. Ну, вот, журнал крупный, как бы, известный. Здесь везде квартель Q1 для всех вот областей. Но если мы посмотрим, ну, они отсортированы в порядке, в порядке, как бы, своей значимости. Давайте вот какой-нибудь возьмем, сузим, чтобы посмотреть не Q1, а какой-то другой. Например, возьмем российские журналы, да, создательство. Российская, вот, и тут, да, например, вот Q2, да, как бы, посмотрим, журнал, компьютер Optics. Вот, в компьютер Optics мы с вами видим, ну, что, во-первых, мы с вами наблюдаем, что каждый год, это происходит обычно летом, происходит обновление вот этих вот рейтингов, рейтингов журналов. Это касается не только вот Скопуса и показателя рейтинга, вот SGR, да, это будет касаться и другого СНИПа, это будет касаться Web of Science. То есть каждый год летом происходит вот обновление вот этих рейтинговых списков. Они высчитываются, методы разные, но общая, как бы, идея в том, что учитываются те цитаты, которые набрали статьи соответствующих журналов. То есть год от года меняется вот эта вот картина. То есть если мы у нас, мы тут смотрим, да, 2020 год, вот этот рейтинг появился летом 2021 года. Помимо того, что меняется год от года, но разные квартели могут быть внутри одного года по разным областям. То есть, например, в 2019 году по области инжиниринг разные, да, тематики. Это был журнал Q1, а вот по остальным областям, например, Computer Science Amplications, Q2. Для, как бы, расчета, для, когда вот мы говорим, журнал уровня, вот в 2019 году он был уровнем Q1. То есть берется максимальный из квартелей. Ну, в 2020 году здесь выровнялось все вот Q2. Например, в 2013 году журнал был Q3. Вот это и так далее. То есть это как бы такой общий принцип. Так, давайте мы вернемся сюда. То есть SGR вот как бы такая идея. Здесь у одного журнала могут быть разные значения квартелей, но мы ориентируемся на максимальный. То есть вот те значения, которые мы сейчас увидим, они как раз и соответствуют максимально возможным квартелям вот с этого вот сайта. Потому что SIRVAL экспортирует значения из сайта SIRVAL. Другой рейтинг, другой индекс, другой как бы метод – это СНИП. Вот у СНИПа есть общий рейтинг всех публикаций, единый, вне зависимости от области, будь то медицины или это гуманитарные науки. Вот единый рейтинг и, соответственно, Q1 будет относиться одна четвертая, вот отписка всех журналов. То есть к СНИПу мы, наверное, перейдем, скорее всего, в 22-м году. А может быть и чуть позже. Но перейдем, поскольку, если раньше, все-таки мы ориентируемся на те программы, которые в Министерстве образования и науки, по программе 5100 все показатели считались по индексу SGR. Сейчас в новой программе приоритет 2030, в которую Руден вошел, попал, там уже показатели все считаются по другому рейтингу, по этому СНИПу. Если смотреть по нашим публикациям, я имею в виду про наш весь институт, по конкретным людям я не смотрела, но по общему количеству на самом деле плюс-минус то же самое. Какие-то журналы, вот они там, какие-то здесь. То есть есть пересечения, какие-то журналы Q1 по СНИПу, но при этом не Q1 по SGR и наоборот. Если смотреть среднее по больнице, скажем так, суммарные показатели, даже не средние, то получается примерно то же самое. Я вот здесь хотела подчеркнуть, что сейчас в рамках текущей системы публикационной поддержки, тот приказ, который мы смотрим, он только пока единственный действует, у нас в квартале SGR. Но при этом вы можете просто себя там, свои публикации проанализировать, журналы, в которых вы публикуетесь. В 2022 году, скорее всего, поменяется система и будут СНИП, другой будет рейтинг. Но сейчас мы в этом году с вами планируем подать на надбавки, поэтому ориентируемся на SGR. Соответственно, выбираем его, выбираем Total Value, то есть непроцентное соотношение, нам надо посмотреть на количество публикаций и, собственно, на сами публикации. All Publication Types, то есть у нас в нашей системе поддержки, вот мы с вами, давайте вернемся, тут нету ограничений, да, каких-то на типы публикации. Давайте вот посмотрим, здесь более детально расписано. Так, листаем, вот нашла. Статья, то есть артикл, ревью, про сиден, пейпер, леттер, ноут и бизнес артикл. На самом деле у нас в нашем коллективе вот эти все типы публикаций есть, то есть и статьи, и тезисы конференции, вот они попадают, в принципе, под публикационную вот эту поддержку. Если говорить про будущее, про 22-й год, то уже поддержки именно про сиденгов не будет, тезисов. Только артикл, только ревью. Но это вытекло из программы вот приоритет 2030. Там в качестве показателей заложены статьи и обзоры. Больше ничего. И СНИП. Все смотрится по СНИПу. Ну, наверняка данные, да, показатели министерства, они отразятся как-то и на публикационной поддержке преподавателей. Скорее всего, в 22-м году. Но пока приказов нет, повторюсь. Так. Все, выбираем данную метрику. Смотрим. И мы видим, да, мы сейчас по годам нам не принципиально, мне просто как бы суть, да, показать. Можем нажать, да, и посмотреть соответствующие публикации. И мы видим, да, какие конкретно публикации. Видим названия, да, журналов. Вот, собственно, вот таким образом мы можем найти список ваших публикаций. Так. Да, открывали. Хотела бы, да, обратить ваше внимание, но здесь, наверное, на данном примере это незаметно. Но, например... Так, так, так. Ну, давайте посмотрим код 2. Просто для примера, то, что меняется из года в год, может меняться квартель, да, квартель журнала. Например, в 19-м году уровня Q2 был сборник Lecture Notes in Computer Science. Да, вот он был Q2 в 19-м году. В 20-м году, там, если зайти, да, на страничку с Копуса, в 20-м году вот у меня есть работа Lecture Notes in Computer Science. Но он уже не Q2, да, как мы видим. То есть в SCA-VAL, с учетом изменения рейтинга, тут все вот заложено. Поэтому здесь вот, в принципе, актуальная информация и научное управление, да, когда проверяет наше заявление, да, и потом, да, выплаты осуществляются, осуществляются как раз по SCA-VAL и смотрят. Так, вот, соответственно, да, вот мы с вами увидели, что... Так, что-то у меня здесь какой-то сбой, но мы с вами только что смотрели и видели этот список. Наверное, может быть, он у меня уже где-то открыт. То есть список у один увидели. Там был журнал IEEE Access и еще другой Vehicle Communications. Теперь давайте посмотрим, есть ли какие-то журналы, есть ли какие-то статьи, которые попадают в топ 10%, или топ 5, или топ 1. Это уже не топ квартал, а топ журнал персантайл. В этом случае, вот здесь можно выбрать соответствующий топ. Ну, кстати, Q1, это тоже вот можно и здесь смотреть. это топ 25%. Тоже выбираем SGR, убираем Total Value и All Publications Type. Нажимаем. Вот та же самая картина, да, это мы сейчас выбрали фактически Q1. Вот они все высвечиваются, работая. Соответственно, чтобы посмотреть топ 10%, выбираем топ 10, нажимаем. Вот одна такая работа. Дальше, да, смотрим топ 5. Ну, топ 5 уже нет, да. Топ 1, соответственно, тоже, да, не будет. Так что вот, соответственно, вот за пол, если бы вот эти статьи, да, не были сконцентрированы, да, в одном году, и сейчас бы подавались на надбавку, да, документы, да, заявления, тогда вот за ту статью, которая вошла в топ 10, можно было бы по действующему, можно было бы по действующему регламенту. Так, давайте я снова покажу. Подавать на 110, да, тысяч, а на все остальные 90. Так же, не забудьте проверить. Сейчас давайте я снова вернусь на У1. Тут можно, да, отметить 25%. Вот у вас список высвечивается. Так, снова сбой. Наверное, из-за того, что несколько раз я отражаю, ну, допустим, топ 10, там одна статья есть. Наверное, должна отразиться. Вы можете зайти на ее страничку в скопусе и пощелкать по всем авторам, у которых не стоит аффилиация РУДН, какие у них индексы Хирша. То есть, например, вот Иржи Кошек. Нажимаем на него. Видим, индекс Хирша 15. У него нет аффилиации РУДН, но индекс Хирша 15. Если бы у него был индекс Хирша, например, 21 или 20, я думаю, тут вот это пограничное значение надо уточнять будет в научном направлении, вы можете подать... Так, возвращаюсь на PDF. Можете подавать... Вот по пункту 4.7 дополнительное повышение премии на 20%. Это один момент. То есть, по скопусу мы хотим проверить свои публикации, какие из них, в каком журнале, какой квартель, какой топ у этих журналов. Это первый момент. Второй момент. Вы хотите проверить не по своим публикациям, а просто журнал, в каком он находится, в каком он находится квартель и в каком он находится топе, скажем так. Для этого удобно, потому что на сайте SGR, Siamaga, вы можете увидеть квартель, но вы не можете увидеть топ. Здесь это ненаглядно. Удобно смотреть опять-таки на этом сайте Siamaga. Остаемся мы с вами в разделе Benchmarking. И с левой стороны здесь как бы разные есть возможности по наборам статей анализ производить. Вот мы находимся, поскольку мы загружали некоторый набор публикаций в Publication Set, здесь есть университеты, конкретные люди, можно смотреть, то есть мы вот, можно как бы себя сюда вот включить, да, и в принципе вот там, условно говоря, да, добавить, вот, можно все вот как бы это вот увидеть. Можно так, Publication Set, можно страны, можно в различной там области исследований, исследований. Но нас вот интересует, мы хотим проверить журнал, какую позицию, да, он занимает, вот последний элемент, последняя позиция в данном перечне это Scopus Sources. Это как раз различные журналы, сборники и так далее, источники, да, скажем так. Здесь вы можете набрать, да, название журнала, пусть вот, например, тот, который мы с вами посмотрели, да, добавим его сюда, вот, да, Computer Optics, Add, добавим. Вот у нас получилось, я до этого досмотрела журнал, вот выделяем их. Это все, все добавляется вот в наш этот длинный список. Если какие-то, может быть, лишние моменты, то можно это удалить, удалить на схеме, удобно удаляется. Удалим на что-то перечень, оставим вот с журнала. То есть нас интересует, к какому квартелю, к какому топу относятся журналы. Вот в настоящий год, да, нас не будет интересовать, какой был квартель там в 2016, даже в 2019 году. Какой квартель вот сейчас, в 2021 году. Это нас интересует. вот собственно, мы теми же самыми рассуждениями мы можем все здесь с вами посмотреть. Давайте начнем с топ-1. Какие из указанных журналов относятся к топ-1? Вот к топ-1 относится из тех, которые мы с вами вставили. Это IEEE Communication Service and Tutorials. Да, мы с вами это видим. В топ-5 также нажимаем, да, и вот снова видим ситуацию. Но мы смотрим, обратите внимание, на 2021 год. То есть, например, журнал IEEE Transactions on Wireless Communications в 2019 году он был топ-5. Но в 2020 и сейчас уже в нынешнем году ситуация поменялась. Он уже не топ-5. А вот журнал Transactions on Vehicle Technology он был не топ-5 до 2018 года, а теперь вот с 2019 он топ-5 оказывается входит. То есть, позиция журнала поменялась. Ну, соответственно, аналогично топ-10 тоже, да, добавился у нас еще Wireless Communications журнал. И Q1, да. Да, Optics у нас был ниже квартиры, хотя вот, да, смотрите, Q1 он был в 2019 году. Проверим. У нас вот открыто с вами, да, пожалуйста, в 2019 году он был Q1. Все у нас это все совпадает, все корректно. То есть, таким образом, если мы говорим про Scopus, вы можете, во-первых, по пути экспорта своих публикаций или путем нахождения своего профиля вот в SCI-VALLE посмотреть на свои публикации и понять, к какому квартелю, к какому топу они относятся. Или, да, второй вариант, когда вы проверяете журнал, то при помощи Scopus Courses тот же самый анализ вы можете сделать. Это по Scopus. Теперь давайте посмотрим Web of Science, как обстоит дело Web of Science. Закроем Scopus. Так, это нам не нужно. По Web of Science здесь профили есть по Blonds, да, вы регистрировались. Так, сейчас посмотрим через Web of Blonds. Так, вот можно зайти на свой профиль, да, перейти, нажать на ссылочку Web of Science. Здесь, соответственно, если у вас компьютер, да, в RUDN, нет, без там авторизации должно все сработать, но либо вот зарегистрироваться, чтобы удаленно посмотреть. Так, заходим. Зашли. Так. область нам не нужен, это уже не нужно. Здесь также два, да, варианта. Либо посмотреть свои публикации, вот, либо посмотреть журнал. Но, к сожалению, в Web of Science нет такой удобного, да, инструмента, как сейвал в Скопусе. Поэтому удобнее, на самом деле, всего смотреть просто по журналам. Список, да, журналов вы представляете по списку работ в Скопусе. Вы видите, да, этот список. Вот. Проверить именно журналы. Нажимаем на продукты. Называется Journal Citation Reports. Блок. Так. Здесь достаточно занести название журнала или там ISSN, да, например, должен какие-то подсказки выдавать, ну, например, IEEE Access. На страничку тоже заходим. этого журнала здесь вот разная детальная информация, но нам нужно ближе к концу Rank by Journal Impact Factor. Как раз это вот позиция журнала. Смотрим. Смотрим на последний год, да, у нас 20-й год сейчас. Так же, как и в Скопусе, значения по 20-му году, они обновились летом 21-го года. 21-й год индекс, да, соответствующий отразится летом 22-го года. Обратите внимание, что здесь вот так же, как и с Джар разной области, в данном случае три области, да, и разные разной квартели. Да, вот как мы видим, упали, понизились позиции журнала в Web of Science, но здесь не суть, да, понять как бы общий принцип. Мы видим, что по квартели в настоящее время, да, журнал занимает Q2 позицию, Q2 и снова Q2. Тут мы с вами видим, какой квартель по Web of Science вашего журнала. Так, давайте какой-нибудь посмотрим журнал. Более, чтобы было Communication Letters, например, журнал, чтобы были видны Q1. Так, ага, так, это нет, тоже тогда давайте мы посмотрели с вами. Так, Letters посмотрим в магазине. Так, вот, здесь две области и мы с вами видим, что это квартель Q1, это точно Q1. Как нам посмотреть, к какому топу относится данный журнал? Смотрится по значению персантили. Соответственно, если здесь будет у нас написано 90 плюс значение, да, это у нас будет топ 10%. Если будет 95 плюс, как в данном случае, это топ 5. Если будет 99 плюс, вот, например, в 2016 году, это был топ 1. Q1. Собственно, сейчас в настоящее время это топ 5. Например, в 2001 году по области по первой, это был топ 10%. Вот по данной области в 98 году это был просто Q1. То есть мы смотрим на значение в предпоследнем столбике. Соответственно, если мы наша задача выбрать, определить квартель, да, в соответствии с нынешним приказом, то есть, например, у вас вы проверили по скопусу, выбрали максимальный квартель из областей, выбрали, посмотрели по Web of Science, тоже выбрали максимальный квартель из областей, а потом выбирайте максимальный из Web of Science и скопуса. То есть по-разному бывает, но по большей части в скопусе иногда бывает, да, что выше показать, то там мы увидели, что это Q1, а по Web of Science это Q2. Мы ориентируемся на Q1. Или может быть наоборот, по Web of Science это Q1, а по скопусу это Q2. Мы также ориентируемся на максимальный. Достаточно по-моему подробно я разъяснила. По скопусу можно смотреть, еще раз повторю, по автору, можно смотреть по журналу через инструмент SCI-VAL, по Web of Science можно смотреть по своей фамилии, искать, но там нету как-то кого-то профиль, не очень удобно, но по журналу, журналы можно проверять на сайте Journal of Citation Report, а находить этот сайт через ваши профили, которые находятся в нашей табличке, с почтами, со всеми вашими профилями, вот через Hublons. Обращу ваше внимание, да, наверное, давайте мы вернемся, это мы определили, научились с вами определять, какому квартелю, какому топу относится ваша публикация, давайте пару слов скажу про заявление. Обязательно мы проверяем те публикации, которые подаются, чтобы было название университета, не забывайте, такое полное, собственно, я вот в теле письма все время привожу название университета, название, адрес почтовый, название, ссылки, пожалуйста, копируйте полностью вот это наименование, не меняйте, не меняйте формулировку, потому что сейчас вот скорее всего будут ужесточаться требования, могут урезать премию из-за того, что вы как-то что-то не так, что-то пропустили, какое-то слово вот в этой фразе, вот, вы дописываете только в скобочках, да, там, где это требуется, там, где несколько источников финансирования, публикации, вы указываете получателя, данной поддержки, ну и при необходимости, если несколько, один человек, несколько источников финансирования, да, как пример, тогда разграничиваются работы, то есть, например, секции, там, 1, 2, 3, 4, мы делали по проекту РУДН, 5, 6, 7, 8, делали по проекту, например, РНФ или ФФИ, вот такое вот разграничение, чтобы было. Если получается разграничить по людям, да, по исполнителям, ну тогда работы нет необходимости писать. То есть, не забывайте вот про это разграничение, поскольку это тоже вот влияет, к сожалению, на выплату премии. Это мы с вами осветили, и давайте мы придем к заявлению. заявление. Заявление в формате Word также приложено, имеет следующий вид, здесь вы указываете к какому топу, к какому квартелю ваша статья относится. Если вот вы обнаружили, что у вас есть автор без аффиляции РУДН, у которого индекс Хирша 20, да, и более, тогда соответственно вы указываете здесь тоже, указываете ссылку на публикацию, страницу, страничку, простите, ссылку на скопус, ваши там контактные данные, и вот, да, дополнительно форма согласования творческого вклада соавторов, и эти соавторы перечисляются здесь, то здесь перечисляются и могут получить премию, все соавторы, у которых стоит аффиляция РУДН, не у статьи, да, а именно у авторов, здесь вот они все перечисляются, и как бы по рекомендациям, да, научного управления, минимальная доля творческого вклада, пределает коллектив авторские, да, публикации, ну, как минимум 5%, то есть, если меньше, то возникают сомнения, то есть, меньше, чем 5% не стоит указывать, но обращу ваше внимание, что это именно НПР, это без учета студентов, без учета аспирантов, то есть, это именно ППС, прописка, преподавательский состав, научные работники, вот, ну, если аспирант, есть, да, позиция на кафедре, там, научная, да, какая-то позиция, тогда это другое дело, то есть, аспиранты и студенты не получают поддержку через вот такую форму, у них есть отдельные конкурсы, в которых они могут участвовать, вот, в принципе, да, в заявлении это все перечислено, сейчас я возвращаюсь к заявлению, мы подаем на поддержку, после того, как публикация проиндексировалась в соответствующей базе данных, ну, или скоп, или в обувь сайенс, или там, и там, мы обязательно заносим публикацию в базу РУДН, тоже мы все про нее знаем, и заносим, ну, хотя бы к одному автору, желательно тот, который подает заявление во все вот базы данных, ну, мы знаем про все эти, вот они тут у нас все указаны, вам необходимо вашу публикацию вот занести во все базы и предоставить скриншот, это Орхид, Менделей, Researcher, то есть сейчас Publons, Researchgate, LocalScore, вот во все вот эти вот публикации, вот, фактически, то есть заявление, документ, да, состоит из заявления по шаблону оформлено, здесь не так много заполнять, потом, и дальше, вот, идут скриншоты из базы, Скопус, Web of Science, база РУДН, и вот набор информационных таких вот социальных сетей, научных, вот, так, по-моему, вроде бы я все рассказала, ничего не упустила, спасибо большое за внимание, надеюсь, данная запись, данное видео вам будет полезна при подготовке заявлений на надбавки, спасибо, до свидания. До свидания.